Хотя эскизы в темных тонах – плод фантазии, но словно видел все воочию. Акселерот фиксировал горе буквально на коленке, со слов тех, кто бежал из ада. Эти точные линии ведут в укрытие мэйра из Молодечно – Казахские степи, что незаметно, когда набросок в раме. Оборотная сторона с автографом 42-го года поверх передовой статьи. Он примерял на себя и на своих близких судьбу тех людей, которые оставались под оккупацией. Здесь под видом готовящихся к смерти людей изображены его жена и дочь, которые были с ним в эвакуации. Самая яркая работа набросок, исполненной в 44-м году, для картины, которую мэйр акселерот сказал только четверть века спустя. Страницы образного послания человечеству открыли миру пару лет назад. Можно сказать, чудо на простой бумаге. Теперь очередь за измами. Вроде бы несколько столичных залов пытались заполучить кричащую выставку графики Акселерота. Этот музей тоже был истреблен. До войны собрание белорусского государственного насчитывало свыше 60 тысяч предметов. Эвакуировать коллекции не успели. Многое оккупанты вывезли в Баварию. Оттуда только часть украденной истории вернулась в Минск. Погром. Слово, знакомое художнику еще с детства. В начале Первой мировой войны его семью изгоняли из родных краев. Лексика Второй мировой – гетто и холокост. При жизни Акселерота критиковали за пессимизм и близость к Модильяне. Выставка, конечно, эмоционально очень сложная. Но в плане организации она была, наверное, проста. По той причине, что мы почувствовали эту тему как нашу. Именно с позиции истории. Жизни по ту сторону посвящен эскиз обложки книги еврейского писателя Херша Смолера. Он в 42-м возглавил подполье в Минском гетто. Ему удалось бежать из ада. Документальная сила в каждом из более полусотни листов. Забыть нельзя. Увидеть все воочию. Александр Матяс, Игорь Хвеченя. Наши новости. Продолжение следует.